здравствуйте мои друзья сегодня мы с вами приготовим очень вкусный творожный ягодный пирог и будет он на необычном творожном заварном тесте готовится очень просто в сотейник с толстым дном наливаем полстакана воды 50 грамм сливочного масла и щепотку соли в этом рецепте я пользуюсь стаканом объемом 250 миллилитров доводим все до кипения и когда жидкость закипит масло раствориться убавляем огонь до минимума и всыпаем три четверти стакана муки это 100 грамм и завариваем муку до появления мучного налета на дне ковшика перекладываем в миску заваренную смесь даем немножко остыть а пока готовим творожную массу 500 грамм творога 10 грамм ванильного сахара 100 грамм это полстакана просто сахара и две столовые ложки сметаны все до однородности перемешиваем если у вас творог комочками его можно протереть через сито или погружным блендером три яйца смешиваем и в три приема вмешиваем заварную массу она уже не горячая такая чуть теплая можно это сделать ложкой или миксером с насадками спиральки не добавляем следующую порцию яиц пока предыдущую не вмешали полностью заварную массу пошаговый рецепт и граммов в стаканах вы сможете прочитать в описании под видео друзья мои если вам нравится видео ставьте лайк это поможет продвижению видео его увидит большее количество зрителей вот такая масса у нас получилось и в нее мы вмешиваем творожную массу все это размешиваем до однородности ложкой или лопаткой как видите все просто форма у меня 22 сантиметра диаметром и дно и бока ее я выстелила пекарской бумагой выкладываем наше творожное заварное тесто и разравниваем наверх тесто нам нужно будет выложить 200 грамм ягод можно свежие можно замороженные у меня 100 грамм замороженной смородины черной и 100 грамм замороженной малины духовку я заранее разогрела на 190 градусов режим верх-низ будет печься наш пирог 55-60 минут в моей духовке пирог пекся ровно 60 минут после того как мы достаем пирог его нужно оставить остывать полностью в форме он чуть-чуть подрагивает посмотрите когда он остынет убрать в холодильник минимум на два часа творожные пироги любят для стабильности выстаиваться в холодильнике только после этого убираем форму убираем пекарскую бумагу посмотрите какой он красивый посмотрите какой он румяный перед подачей можно его посыпать сахарной пудрой и сейчас мы его будем разрезать и пробовать режется он прекрасно посмотрите какой стабильный кусочек у него и низ пропеченный а какая текстура творожная нежная ну что пробуем друзья мои это фантастически вкусно это настоящий чизкейк приготовьте а Продолжение следует...